Всем привет! В прошлой части по постройке кибертрака был установлен электромотор и все вспомогательное оборудование, но прокатиться так и не получилось из-за проблем с коробкой передач. Сейчас ее нужно снять и найти причину стуков и заклинивания коробки. Это можно сделать исключительно на столе, поэтому сейчас ее снимем с кибертрака. Вообще можно было обойтись и без коробки, но это самый простой способ реализовать полный привод. Стуки слышны из дифференциала и центральной части коробки. Скорее всего сломались зубцы, но точно покажет только полная разборка. Первым делом нужно слить масло. Открутить пробку поможет такой самодельный ключ из болта. Как ни странно все сухо, только вывалился зубец шестеренки и пару капель масла. Похоже прогноз оправдывается. Сначала нужно открутить хвостовик, в нем находится муфта отключения заднего моста. На вид с ней все в порядке. Да и шестерни пятой передачи в норме. Далее снимается центральная чугунная часть, в ней находятся все остальные передачи. Дифференциал вроде бы в порядке, но его постоянно подклинивает. Причина в том, что при транспортировке кибердрака сломанные зубцы попали в картер дифференциала. И они стали застревать между корпусом коробки и венцом дифференциала. Поэтому поначалу при проверке коробка не клинила и не было стуков. А те самые зубцы отвалились с шестерни второй передачи, которая идет одним целым свалом. Из-за этого могли быть стуки, так как повреждение серьезное. Именно такие повреждения бывают, когда выкручиваешь двигатель на первой передаче до отсечки и резко втыкаешь вторую передачу. Скорее всего вал уже не найти в продаже, легче купить другую коробку как донора. По сути это уже металлолом. И чтобы все-таки прокатиться в этой серии и не искать коробку, есть один радикальный вариант. Это попросту убрать все поврежденные шестеренки, а именно сточив на них зубцы болгаркой и на токарном станке. Да, пару скоростей потеряются, но это не так важно, главное чтобы работала хотя бы одна скорость. В итоге, стачив пару шестерен и убрав заднюю передачу, получилось восстановить коробку и оставить пару скоростей. Теперь можно ставить ее на свое место и провести тест. Стуки из коробки ушли. А значит можно переходить к следующему этапу, подготовке места водителя. Временно установили в кабину кресло. Сев на кресло понял, что места под педали не так много. Хочется поставить ногу правее, но там идет стойка рамы. Придется этот кусок срезать и приварить стойку поближе к двигателю. Теперь ничего не мешает, можно устанавливать рулевую колонку. Из-за того, что рулевая рейка очень близко к ногам, рулевой вал не получится согнуть еще больше вниз и сделать руль параллельно торпеде. Попробовали это исправить, добавив еще один карданчик к валу. После этого рулевая колонка была приварена на свое место. Чтобы понимать, как это будет выглядеть в будущем, был сварен примерный макет штурвала Теслы из обрезков металла. И вот теперь точно понятно, в каком положении рейка. Не очень хорошая идея использовать еще один кардан. К нему нужен подвесной подшипник, что сильно усложнит конструкцию. По итогу приваренный ранее кардан был срезан, а тот, который остался, был подпилен и доработан. Теперь он может передавать момент на такой угол. Следующий шаг это педали. Для упрощения сразу взял их от донора. Из трех педалей мне пригодится только педаль тормоза, так как сцепление мне не нужно, а педаль газа будет немного другая. Получилось найти такое положение, при котором главный цилиндр не будет мешать работе подвески. Осталось подключить тормозной цилиндр к суппортам, пока что к передним. Залить тормозную жидкость и можно выезжать из мастерской. Из-за того, что батарея маленькая и всего на 72 вольта, получается двигаться только в режиме черепахи. Задний ход включается кнопкой. Небольшого аккумулятора хватает двигать такую махину, только потому, что стоит первая передача, на которой очень большое передаточное число. Все это работает как понижающий редуктор. Теперь хочется попробовать включить третью или четвертую скорость на коробке и прокатиться побыстрее. Для этого нужно выехать со двора. Развернул кибертрак. Так как подъездная дорога узкая и там этого не получится сделать. Развернулся и выехал задним ходом из ворот. Так как второй скорости уже нет, включил третью и попробовал проехаться. Сильно кибертрак в скорости не прибавил, так как не хватает емкости и напряжения аккумулятора крутить коробку на этой передаче. Все-таки он рассчитан, чтобы стоять на электровелосипеде. Но этот аккумулятор позволил мне немного прокатиться на кибертраке и понять, что это вообще такое и как ведут себя узлы и агрегаты этого автомобиля. Следующим шагом в постройке кибертрака будет покупка нормального аккумулятора под эту сборку. Он не дешев и купить его сразу не получится. Пока буду копить деньги, начну собирать салон кибертрака. Всем спасибо за внимание и поддержку. Увидимся в следующей части. Увидимся в следующей части.